дорогие друзья сегодня мы с вами рассмотрим частичное вязание и работу интерсионной каретки аг-11 на машине лк-150 если у вас еще нет такой каретки приобрести вы можете ее в магазине швейный мир в интернет-магазине швейный мир а по промокоду line вы получите приятную скидку на вашу покупку спешите потому что количество в магазине швейный мир эти кареток ограничен рассмотрим с вами вариант когда например мы хотим вывязать с вами какой-то диагональный рисунок и выполнять мы его с вами будем при помощи в начале обычной каретки и частичного вязания и потом при помощи интерсионной каретки так мы выполняем обычный набор петель при помощи петлю ловителя и так давайте установим счетчик на 0 и провяжем диагональный рисунок цветной для начала при помощи просто частичного вязания переводим каретку в положении частичного вязания это два нижних рычага и две иглы слева переводим в переднее нерабочее положение снова 2 иглы переводим в переднее нерабочее положение переводим вправо и так далее можно делать частичное вязание и если у вас соблюдено условие что в каждом втором ряду более одной иглы переводится в переднее рабочее положение переводим справа налево следующую иглу и так далее этот способ можно использовать исключительно когда в каждом втором ряду переводится более одной итак у нас с вами получился треугольник и если мы хотим вязать диагональ каретку переведем справа наверно у нас было провязано 40 рядов мы возвращаем счетчик на 0 в рабочем положении оставляем первые две иглы провязываем один ряд справа следующую иглу вводим рабочее положение и так далее все то же самое только в обратном порядке кстати по этому же принципу выполнять свинговый узор если вам понравилась эта хлопковая то приобрести ее можно в интернет-магазине runa club и так нам с вами было нужно провязать вот такой диагональный рисунок и мы это выполнили при помощи частичного вязания если бы нам нужно было выполнить какой-то рисунок который уже имеет форму и имеет более двух нитей это тоже технически возможно выполнить при помощи частичного вязания но достаточно долго и неудобно и здесь нам на помощь приходит интерсионная карета которая вместо 80 провязанных рядов для одного и того же рисунка позволит вам выполнить 40 а представьте если у вас количество цветов которые вы хотите выполнить это более 3 более 4 более 5 для машины лк 150 также можно использовать интерсионную катушку конечно расстояние между столом и машины вроде бы не позволяет просунуть туда интерсионную катушку но вы придумав какое-то приспособление на котором будет она держаться вполне можно и удобно использовать мобильный расположен удобно перед собой и приступим к работе рабочие нити у нас с вами находится справа именно поэтому первый ряд я прошла интерсионной кареткой слева направо берем две наш рабочие нити будем выполнять ряды шагом по две петли а вам не нужно беспокоиться о натяжении нити об этом позаботиться интерсионная катушка выполняем скрещивание и провязываем благодаря интерсионной катушке сохраняется натяжение и вам не нужно удерживать пряжу кроме того удобнее как она не спутывается прокладываем рабочую нить скрещиваем ее между собой далее продолжаем вторым цветом провязываем ряд снова прокладываем нить бордового цвета на одну иглу дальше рабочие нити которые внизу благодаря интерсионной катушке вы не запутаетесь вы их раскрутили и они снова по отдельности можно ли вязать интерсию без интерсионной катушки конечно можно мне удобнее все-таки с ней потому что зачастую затруднения при интерсионном вязании возникают именно потому и многие за это его не любят потому что нити спутываются между собой и требуется много времени на распутывание пряжи еще раз скрещиваем скрещивать нужно обязательно если вы не будете этого делать стол приведет к ненужным отверстием которые потом придется закрывать снова выполняем смещение на одну петлю распутываем наши нити и таким образом мы выполняем ту же самую диагональ которая у нас только что провязывалась при помощи частичного вязания только вместо двух рядов на одну и то же тратим только один ряд и а и 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 Конечно же, вы знаете о том, что для того, чтобы выполнить косы, нужно либо сбросить одну петлю, либо выполнить пропуск перед косами. Я вам предлагаю провязать косу, не выполняя этот пропуск. Сейчас у нас будет коса 3х3. Провязываем ряд. Провяжем еще несколько рядов, не скрещивая нити. Такой способ актуален еще и тогда, когда вам нужно получить несколько полос. Вы можете провязать их все сразу, а не вязать по отдельности. Провязаем. после того как мы провязали полосы на длину нужно скрестить и при этом не нужно не сбрасывать никаких петель они делают никаких пропусков моих свободно скрещиваем далее можем перейти снова на сплошной рисунок оставив нашу журную основное предназначение конечно все-таки интерсионные порядки это выполнять рисунки на однофонтурном полотне без протяжки вот давайте выполним какой-то несложный рисунок например ромбы которые так многие любят ром будем выполнять пряжи голубого цвета вот здесь мы конечно же обязательно выполняем скрещивание нити важно придерживать конце нити а для того чтобы места скрещивания не были растянуты несмотря на то что вы казалось бы не все равно скрещиваете куда она денется но если нить будет ослаблена дырки все равно будут итак мы сегодня вкратце рассмотрели работу с интерсионной кареткой а к 11 освоив эту каретку вы с легкостью будете выполнять самые замысловатые рисунки еще раз напоминаю каретку аг-11 вы можете приобрести в интернет магазине швейный мир использовав промокод лорейн получить приятную скидку на свою покупку творите вместе с нами